Моя страница Не обижайтесь, потерпите, я потом смешное расскажу, такое очевидное смешное А это сказка, почему она написана? Как-то встретились, мы редко встречаемся со Жванецким, поэтому мы в хороших отношениях Молодцы, видите, я ничего такого очевидного не сказал С Галкиным наоборот, мы дружим, но тоже, несмотря на это, в хороших отношениях И Жванецкий меня спросил, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь сказку написал в жизни? Я говорю, нет, он говорит, и я нет, мы не настоящие писатели Я, знаете, я комплексовал несколько лет, а потом вдруг пришла на ум одна идея И я хочу поделиться этой идеей не только с вами, но и с телезрителями А вдруг будет понятно, о чём она? Может быть, некоторые поймут о чём И такая сказка Называется «Сказка ложь, да в ней намёк» В детстве, в детстве я очень любил читать русские народные сказки Перечитывал по многу раз, особенно, вот так хотелось понять Что это за полный раз чудесных чудес царства? Три девятая, три десятая, где оно находится? Я искал на карте У папы спрашивал, Австралия может быть таким царством? О берег слоновой кости? О Гренландии? Нет, каждый раз разочаровывал меня папа государство с таким мудрёным названием Может быть, только в России Не прошло и пятидесяти лет Понял я, где нужно искать такое царство В названии Я вдруг задумался, почему оно составлено из цифр? И неожиданно для себя ответил В древности, когда сочинялись сказки Люди каждому числу придавали магический смысл Например, название царства Три девятая Начинается с тройки Тройка издревле почиталась народами Как символ духовной гармонии Святая троица У большинства древних народов мир покоился на трёх китах Трёх слонах, трёх черепахах Чтобы стул и стол не падали Им достаточно трёх ножек, не четырёх Действительно, именно с появлением третьего члена семьи ребёнка В молодой семье наступает более духовное качество жизни Когда родители уже получают удовольствие не только от удовлетворения потребностей Но и от исполнения обязанностей Более того, тройка гармонизирует любое произведение искусства Каждое литературное негрофоманское произведение имеет три части Завязка, кульминация, развязка Недаром многие из тех, кто учился в государственной советской школе на тройке Потом превращались в гениев, литературы, музыки, театра Это я не о себе, не надо так смеяться Нет, я учился на четвёрке с двойками Вам приятно надо мной смеяться, я понимаю Надо сразу отметить, что особенно почитали цифру 3 на Руси Например, волхвы, они же астрологи, они же целители, всегда ходили по тре Они по тре быстрее соображали Что кому на волховить? Тогда и появилось известное выражение «соображать на троих» А в советские годы, я же помню, тройка тоже уравновешивала общество, да Недовольные, возмущённые работой за бесценок советские люди после работы Разбивались по тройке Скидывались по рублю В их душе ненадолго наступало счастливое равновесие Я думаю, цена на водку, именно 3 рубля, держала советское общество очень долго в устойчивом состоянии А вы вспомните, все митинги и бунты когда начались? Когда цену повысили до 4 рублей То есть, согласно восточной философии, нарушилась равнобедренность треугольника, потребности, обязанности, удовольствия Скидываться на удовольствие больше, чем по рублю, было уже не по возможностям А более чем на троих, не по потребностям Ну, вы представляете, я бы это в аншлаге читать начал Вот что значит театральный зал Словом, у кого много троек в жизни, не изменяйте тройки, иначе развалитесь, как советская власть Тройка это гармония равновесия, и кто об этом помнит, у того может открыться третий Молодцы, все, можно не договаривать Так что название, так что цифра 3 в названии намекает, что жизнь-то в царстве могла быть гармоничной, задушевной Но 3 девятая, девятка, сейчас не обижайтесь те, у кого много девяток Вот девятка число лицемерное, да, с одной стороны это тройка умножена на тройку, гармония в квадрате, с другой перевернутая шестерка В современном христианском мире число 6, между прочим, вообще считается любимым числом дьявола Согласно библейскому апокрифу, властелин тьмы должен родиться хорошеньким мальчиком с ангельским личиком и с тремя шестерками на затылке Этим сюжетом Голливуд не раз пугал доверчивое американское народонаселение, да, и довел его до того, что многие американские обыватели при рождении ребенка заглядывают ему в затылок И тщательно в нем копошатся, мол, что там родилось такое Надо сразу отметить, что особенно тонко чувствовали цифру 6 на Руси Всех, кто прислуживает нечисти на уголовной зоне Называли шестерками Все-таки страна утонченной эзотерики, Россия Хотя русский это не национальность, это экстрим Кстати, я заметил, что в советское время люди искусства ездили на жигулях третьей модели А бандиты на девятой Замечено, что девятка особенно часто встречается в номерах телефонов у политиков, бизнесменов и чиновников, а также в их номерах на машинах Вот! Им самонадеянно кажется, что они совершенство Гармония в квадрате, а на самом деле просто перевернутые шестерки Оборотни Лицемерный, как ценник, на котором написано 999 рублей вместо 1000 Знаете, это замануха такая, вот мол, нет, это не 1000, это меньше Это 999 То есть с сочетанием 3,9 Сочинители сказок передают нам свою настороженность Мол, конечно, в государстве все могло быть гармонично, но их беспокоит Как бы оно ни стало государством оборотней На причины своей тревоги они указали в продолжении названия Три десятая, прилепили десятку А десятка в те давние времена вообще главной цифрой не считалась В так называемый золотой век истории человек пользовался шестеричной системой счета Не десятиричной До нас докатилось воспоминание о том времени Деление часа на 60 минут, минуты на 60 секунд Человек тогда владел шестью предметами, которые создал своим трудом Той цифры 6 ему было достаточно, чтобы их пересчитать До сих пор восточный Аксакал утверждает, что для счастья человеку достаточно шести вещей Правда, не уточняют, каких Для одного это в первую очередь зубная щетка и молитвенник Для другого кредитная карточка и остров в Тихом океане Потому что люди тогда не воевали Не было парламентов, недвижимости, таможен, попсы, папарацци Зарологовой приватизации, вторичного вложения ваучеров И даже не было фабрик звезд с их бесконечными выкидышами Поэтому назывался время, называлось золотой век Но в какой-то момент истории человеку стало не хватать своего Понадобилось чужое Причем чужое понадобилось, гениальный русский язык, позарез Появились дружины по современному секьюрити Аппетиты росли, секьюрити распухали до армии Именно первые армии и начали делиться по 10 человек Вот, когда десятка завладела миром А изобретение денег окончательно закрепило рейтинг десятки Поскольку, согласитесь, неудобно, когда пересчитывать миллион шестерками Словом, тридевятое царство, тридесятое государство Теперь можно понять Это мифическое царство В котором все могло быть гармонично и задушевно Но, говоря современным языком, в нем сбилась программа И оно из волшебного царства превратилось в банальное государство Я разделяю просто понятие родины и государства Потому что, вот я считаю, я живу в лучшей в мире родине Но в чудовищном государстве Продолжаем расшифровку сказки Это такая расшифровка Я расцениваю иногда сказки, как послание нам из древних времен Когда те древние знали то, чего мы уже не знаем Но обыватель рассказывал по-своему Поэтому надо расшифровать Итак, жил в царстве царь Царь, не король Король, это власть, деньги, войны, это банально А царь в переводе с языка древнейших бредков наших, славянских Означает властелин законов природы Гордый лев, царь, зверей, не король Основная разница между царем и королем в том, что царь выходит из дворца Чтобы что-нибудь дать людям А король, чтобы них отнять Недаром говорили Только в нашем народе Царь, батюшка Согласитесь, нелепо было бы назвать французскую Людовика 15-го батюшкой Кстати, королевским до сих пор называют до сих пор все, что связано с неким оттенком бессовестности Королеву красоты, королеву бензоколонки Снежная королева тоже не самое альтруистическое существо А царевна так, лягушка Но зато от любви расцветает И лицом, и туловищем Поэтому считается сказкой Ну помните сюжет? Царевич жабу увидел Она ему говорит Возьми меня к себе в спальню Он взял В кровать взял На утро красавица Вот поэтому сказка Только в сказке На утро Женщина Мне так нравится, когда договаривать не приходится Зал сам все понимает Продолжаем Было у царя три сына Старшие два жили согласно сбившейся программе Поэтому в государстве, где программа сбила, считались умными Они, как и большинство, путали понятие родины государства Ценили государство, а не родину В женской красоте предпочитали косметику Нравственность путали с юриспруденцией А людей уважали не за талант, а за рейтинг А любовь вообще заменили браком Кстати, только в государстве, где очень сильно сбилась программа Любовь может заканчиваться браком Это же надо так называть Брачный контракт А невесты и жениха называют иногда брачующимися Только у русских есть выражение Хорошее браком не назовут Правильное У нас вообще многозначный язык Вот, например, замужество Гениальное слово Раздельное Это медаль можно давать женщинам замужним Только раздельно писать Замужество Это такой лингвистический трактат А вот третий сын, тот, который дурак, с таким положением в батюшкином хозяйстве не был согласен Поэтому третий, Иванушка, он все время думал Точнее, он медитировал Медитировал он на печи Ну, поскольку хорошей сантехники не было еще в ту пору Не на чем было медитировать А тех, кто много думает На Руси всегда считали Дураками Ползал понимает Замечательно А тем более тех, кто медитирует Это уж тем более Тот дурак просто окончательный Думал Иванушка над извечно русскими проблемами Как быть, что делать и как бы никогда не работать Так бы и просидел он всю жизнь на печи Нагревая свою нижнюю чакру кундалини И заряжая ее бесполезной богатырской энергией огня отечественной печи Ну, такие слова знаете, кундалини вообще Павел Астахов Почетный адвокат России Ведущий программы «Час суда» Какие дела вел Павел Астахов в суде? Дело оперной певицы Елены Образцовой Дело писательницы Дарьи Донцовой О подрыве деловой репутации Дело Эдварда Поупа, обвиненного в шпионаже И дело Алексея Потапова Обвиненного женой в неуплате алиментов Ваш иск удовлетворил полностью «Час суда» Программа, которая вызывает доверие По будням на РЕН-ТВ Осень стала прохладнее Пора подумать о теплой обуви и одежде В сети магазинов «Каракумс» Вас ждет новая осенне-зимняя коллекция На Маре С-10, Бривбе С-90 и Валдемара С-62 Модная одежда, стильная обувь Это хочется купить и с наслаждением носить Так бы просидел он всю жизнь, если бы вдруг ни с того ни с сего не учудил Папаня Вообще Папаня тоже фруктот еще был Вот редкий пассажир У него с детства был конфликт между аурой Которую дал ему Господь и короной, которая досталась по наследству Ну, батюшка поровну потом Кстати, аура как раз и перешла младшему сыну Потому что он наследство батюшка поделил поровну Старшим сыновьям отошла казна и полцарства А младшему аура и долги совести Вот как раз аурой царь-батюшка вдруг начал чувствовать Неладное что-то творится в государстве Реки вроде молочные, берега кисельные Не так А что не так, не мог понять Надо было что-то делать А как? Что делать? Не было в то время такого выражения Восстановить программу Впрочем, нашему человеку, чтобы начать действовать Не обязательно понимать ради чего Поэтому сформулировал царь-батюшка свою задачу по-русски По-нашенски, от души Пойди туда неизвестно куда, принеси то не знаю что Первые два сына как это услышали Решили у бати начался рассеянный атеросклероз Или какая-нибудь плохая примета привиделась Например, дорогу перебежала черная кошка с пустым ведром А вот дурак Дурак откликнулся сразу на тон И дурак, чтобы откликаться, когда отмалчиваются умные Подвиги это удел дураков Умные, просчитывая каждый свой поступок Приходят к выводу, что подвиги бесприбыльны Ну вот представьте себе Березовского, идущего на подвиг Ну это невозможно Это оксимурон, как живой труп Подвиги не дают денег Только полному дураку Незамутненная интуиция Могла подсказать, что где-то неизвестно где Но что-то неизвестно что, но очень важное Существует, и на поиске это неизвестно Чего он должен отправиться Туда, куда глаза глядят Умный на такой подвиг не способен Ну, Иванушка хоть был дураком, а маршрут выбрал себе весьма неглупый За 3-9 земель То есть за пределы государства, где сбилась программа Сначала ехал темным лесом, помните, в сказке конкретно сказано Долго ехал в потемках То есть вообще не понимал, с какой стороны подобраться к папиной задаче Пока не встретил бабу Ягу Сейчас я о бабе Яге буду говорить женщины, извините Не за внешность, за судьбу Мужик засмеялся один особенно Баба Яга, надо сразу сказать, персонаж небанальный и неоднозначный Во-первых, это женщина с не сложившейся судьбой и огромным комплексом неполноценности Женщины хихикают, понимают о чем Мало того, что баба Яга лицом не вышла Правда, лицом она не вышла к старости А в молодости была очень красивой Да-да, о таких обычно говорят красивая, зато умная О, какой зал хороший, замечательный сегодня Я понимаю, нелегко нынче представить себе бабу Ягу молодой Однако ж была, была, и Господь одарил ее необычайным даром Дар, это тоже в русском языке, это то, что дается небом даром И должно быть отдано людям тоже не за деньги, даром То есть она была экстрасенсом Говоря по-современному И могла стать целительницей, вылечить немало хороших, добрых людей Но, женщина, извините Будучи совсем юной, она встретила Кощея И с тех пор вся жизнь ее пошла наперекосяк Хотя мама ее обо всем предупреждала Мама все знала, мама ни одного Кощея повидала за свою жизнь Женщины хохочут, понимают Но Яга ее не послушала, мама, что ты, блин, гонишь Ее можно понять, Кощей был строен, высок, чертовски собою хорош И точен русский язык, дьявольски умен Что он не вытворял, чтобы подключить все 96 лепестков Ее нижней божественной чакры кундалини К своему бесовскому источнику бесперебойного питания Я не в том смысле, не надо Ну как вам не стыдно И на ковре самолете он ягу катал И поляны накрывал скатертью самобранкой Однажды даже притащил простынь самобранку Ой, такого Бэтмена корчил из себя И метлу подарил с наворотами И ступу последней модели Вот тут она и сдалась после ступы Отсюда выражение «оступиться» Вот когда Господь отключил ее от своего небесного энергораспределителя Поскольку служить Божьим даром нечисти есть кощунство Отсюда выражение «служить Кащею» — кощунство И у таких людей не только третий божественный глаз закрывается Но и свои два перестают видеть А вскоре вполне банальная история Женщины опять должны меня понять У Кащея новые бабки ежки завелись Помоложе Чтобы без лишнего шума от нашей еги отделаться Он ей недвижимость подарил Избушку на курьих ножках Небольшая недвижимость Ну, подальше подобрал, на краю света, в спальном районе Ну, чтобы ей проблемно было до него в центр добираться А главное Дьявольский умен был на курьих ножках Знал, земля — она матушка Она добром заряжает людей Короче, лишил егу заземления С тех пор бедная баба Ега Только об одном мечтала Как бы Кащею за все отомстить За несложившуюся судьбу За то, что замужем официально ни разу не была За то, что отдала этому абсолюту зла Лучшие столетия своей жизни Хотя продолжала делать вид, что вера и правда Служит его кривденному делу Всех пугала, строчала Каждого встречного съесть обещала При этом, заметьте, ни одной сказки Даже в печку никого не засунул Да, косточки разбросает вокруг избушки Для чего-то Приписками занималась А сама добрая была Поэтому, чтобы силы в себе духовные возродить Третий глаз оживить Перешла на вегетарианскую еду Занялась йогой Поэтому ее и прозвали Баба-йога От растительной еды ее лицо Еще сильнее сморщилось Замечали все, кто в пожилом возрасте На вегетарианскую еду переходит С борща с помпушками И компотом с булочкой на ночь На сельдерей с петрушкой круглосудочно Лицо становится, как грецкий орех без скорлупы Особенно ноги исхудали Поэтому ее прозвали костяная нога На самом деле, это были обычные ноги Престарелой егини Переевшей дикого риса Собранного девственницами На левом берегу реки Ганга И тщательно отобранного друг у друга Зато, зато, как только увидела она Своим восстановленным третьим глазом Незапятнанную ауру Ивана Царевича Его готовую к подвигам Перегретую на печи чакру кундалини Вняла перед ней богатырь В те времена слово богатырь В те давние слагалось из двух слов Бог и тырить Только тырить означало копить Это потом Копить и воровать слились в процессе в одном А в то время богатырем считался тот Кто накопил в себе бога А тот, кто накачал мышцы Тот не богатырь, тот качок Правда, прежде чем отправить на подвиг Ивана Царевича Баба его обучать ему разуму Из бунтаря превращать в просветленного Она знала тайну тайн Для зла опасна не сила А просветление А бунтарь без просветления опасен Как даун, играющий с высоковольтными проводами Прежде всего приобщила баба Ига Царевича к йоге Занятия йогой проходили на коврике Иванушку способным оказался быстро Обучился перемещаться в пространстве астральным телом Не сходя с ковра и даже не снимая сапог Ну, так появились выражения Ковер-самолет Сапоги-скороходы В Эстонии мне нравится Фабрика до сих пор работает Эстонские сапоги-скороходы Ничего, 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 нормально Нормально, магнитные бури Это нормально И когда она наконец поняла, что Иванушка Натырил Бога в себе Она рассказала ему тайну тайн Как лишить Кащея бессмертия То есть попросту заказала Кащея Иванушка Прежде всего тебе нужен меч-кладенец, сказала она Меч и в то время означал оружие А вот кладом, вот это самое главное Назывались тайные знания До которых трудно докопаться Как говорили о мудром человеке Это кладезь мудрости Так что меч-кладенец Первородно означал Название советского журнала Знание сила Так вот, сначала, сказала Баба Яга Почти шепотом Что бесы не расслышали ее Потому что знала Ангелы слышат мысли А бесы слова Сначала ты должен мечом-кладенцом То есть силой своих знаний Теперешних рассечь тело Кащея Не ищи его на крови света Кащей так хитер Что спрятался в самом укромном местечке В каждом из нас Затаился в самых потайных уголках Клеточках нашего туловища Заметь, именно наше туловище Каждый раз Втягивает нас во грех По себе знаю Сказала Яга Видимо вспомнила Что-то очень приятное Из своего бесовского прошлого Но отогнала воспоминания И продолжила Мысленно рассеки свое туловище Мечом-кладенцом Освободись от лишних Греховных потребностей И избавься от Кащеевых пут Чтоб они не мешали тебе Заглянуть туда Глубже, в себя Там ты увидишь сундук Это твое ментальное тело Твои мысли У каждого так много Темных мыслей Что душе темно В этом Кащеевом сундуке Руби его кладенцом И из сундука вылетит утка Твое астральное тело Дай душе познать законы космоса Без души Ты не познаешь их Ни телескопами Ни синхрофазотронами Тут Баба Яга еще хотела добавить Ни камерами Билсона Но увидев глаза царевича Осеклась Вспомнив вовремя еще Назидание Творца одно Не грузи, не загрузим будешь И продолжила Ведать царевичу тайну тайн Вселенная Это природа Символ вселенной и космоса Яйцо Оно внутри утки Разбей его Законы вселенной есть в каждом из нас Только очень глубоко Потому что мы их подавили эти законы Загнали на самое дно наших клеточек А они такие тонкие Что уместились в одной иголке Будь внимателен Игла любимая защита бесов Неспроста говорят Посадить на иглу Сломай ее Освободи Свои природные помыслы И ты познаешь Глубину самых чистых Природных Родниковых чувств А значит Победишь Кощея В себе И чем больше людей Ты этому научишь Тем быстрее тебе Удастся лишить Зло бессмертия Тут глаза у бабы Иги загорелись Не по бабе По бабски Так часто бывает С женщинами Которые чувствуют Сейчас отомстят Скоро И поврела Баба Ига Царевича Одна денешенька Вечное старческое Бессмертие Зато счастливая Наконец-то Кто-то ее выслушал Если так дальше пойдет Может вскоре и замуж Кто возьмет Какой-нибудь Раскаившийся леший Который тоже Решил начать Новую жизнь И тоже подсел На раздельное питание Ягоды и грибы Отдельно От заблудившихся Ягодников и грибников Вернулся Иван Царевич домой Радостный И просветленный Царю-батюшки Обо всем рассказал Царь доволен Остался сыном Тут же По всему царству И сдал указ Всем поданным Немедленно Сундуки переломать Да яиц внутри себя Докопаться Иглы тоже переломать Тем, кто предписание Не исполнит Головы рубить За послушание Почетной грамоты Премии от Гулы Невиданная компания Развернулась в царстве Были организованы Специальные За год пункты Такие соберкомы Куда народ свозил Сломанные иглы Опускал их в урны А над урнами Висел плакат Наше будущее в урнах Вот только одно но Меча-кладенца Ни у кого не было Так что даже Швейные иголки Народ переломал За дгулы А что царь-батюшка Своей директивой Сказать хотел Никто не понял Поэтому Со временем Стали пересказывать Эту директиву Как потешную сказку В таком виде Она до нас И докатилась Зато царевна Из другого царства Полюбила Ивана За его Просветленную душу И они поженились И он ее просветлял Весь медовый месяц Он даже ей дал Подержать Меч-кладенец В первую брачную ночь После чего Они стали Жить-поживать Добра Наживать То есть Добрые дела делать А не тырить векселя с ваучерами Поскольку свою жизнь Они сверяли уже По Бабе Иге А не по Корнеге И знали Что слово богатый Произошло от слова бог Ты бог В ком бога много Тот богатый А у кого много денег Тот не богатый Тот коллекционер Потому что деньги Это еще Баба Ига говорила Это помет бесов Недаром Только в русском народе Есть поговорка Деньги это зло И правильное Порой приходишь в магазин Видишь цены И думаешь Зла не хватает Тут и сказочки конец Кто намек понял Молодец Тот должен набраться терпения Я потому что быстро Сказка сказывается Да к сожалению Не скоро дело делается А кто не понял Ничего страшного Тому еще проще Тот может продолжать Искренне Без всяких дураков Считать Что все неприятности В его жизни Завидят От центра Избиркома А виноваты Во всем подстроенной Выборой Соседи И евреи Спасибо за субтитры